здравствуйте друзья с вами александр васин и канал хорошая песня сегодня у нас первый выпуск программы который называется хорошие гости и в гости сегодня к нам приехал один очень хороший человек это сергей анатольевич роговой сергей но мы на ты да как бы с тобой знакомы очень рад тебя видеть спасибо спасибо что приехал спасибо что пригласил александр что расскажи про город про себя чем занимаешься в общем ничего глобального все банально занимаюсь ремонтом автомобилей причем всю жизнь сразу после школьной скамьи так сказать вот я думаю будет попутный вопрос сразу о музыке поэтому я я вообще думал ты музыкой занимаешься то есть музыка или машина музыка автомобили это способ заработка музыка это больше хобби конечно ну давай начнем тогда про город очень интересный у нас город относительно конечно вашего города он довольно таки молодой он образовался в 1932 году построенных город по питерским проектам да там есть определенная архитектура то есть но основные начин начальные строения вот то есть архитектура до были архитекторы из питера которые этот прекрасный наш город очень благородно преподнесли он не такой витиеватый как ваш город у нас все по прямой либо так либо так либо параллельно до интересный город у нас промышленный во первых город там много чего у нас интересного металлургия у нас самолетостроения кораблестроения то есть конечно 90-е годы подкосили производство но слава богу оживает да и вообще в принципе много чего интересного у нас можно у нас и вот в данный момент наступает горнолыжный сезон это как можно сказать наша дальневосточная куршавель там можно в футболочки в олимпийские на лыжах это настолько высокогорье причем можно подняться у нас есть то туристы приезжают туристы приезжают даже с приморского края на лыжах покататься потому что у нас очень хорошие спуски тома и сноуборды и все то есть ну прекрасных мест очень много если этим делом потому что знаю я таких людей говоришь на мути бывал говорят нет да это 60 километров от города там такие прекрасные райские места там сидишь постоянно какие-то встретишь чудесные какие-то прям вот тут чудеса действительно вот сидишь жаре шашлычок на берегу этого озера ниоткуда появляется такая дымка над водой 1 1 1 1 ушла конечно люди очень у нас доброжелательные в основном привет улыбчивые да приветливые отзывчивые то есть я считаю что чем меньше город тем в нем комфортнее ну вот это мне по душе кто-то наоборот любит вот эту как она энергетику вот такую что в темпе вот как я приезжаю рассказываю что бабушки на каблуках в метро меня обгоняют в кроссовках быстрее чем я в кроссовках хожу вот ну то есть и вот эти вот моменты они как бы иногда шокируют к особенно когда я был в первый раз в москве кстати это было в 2018 году не так давно это я первый раз тогда поехал для того чтобы поучаствовать в концерте посвященной памяти владимира семёныча в дом высоцкого на таганке меня пригласили получился тема сегодня мы еще затронем эту тему отдельно поговорим друзья я напоминаю что сегодня у нас в гостях сергей роговой лауреат всероссийских конкурсов фестивалей очень хороший душевный человек сергей весна наступила в городе в лес надо наступила уже становится с каждым днем все комфортнее и комфортнее вот кстати ничем не хуже чем у вас вполне уже тепло и по моему даже уже гораздо меньше снега чем у вас потому что у вас я смотрю урожайный этот год на снега хорошая песня и рубрика хорошие гости мы продолжаем нашу встречу с сергеем роговым и и следующий вопрос сергей вот расскажи пожалуйста мне и нашим зрителям как ты вообще увлекся музыкой творчеством как так получилось что тебя музыка привлекла потому что ну столько всего там есть у нас и художественные искусства танцы там скажем бокс ты же еще и боксом занимаешься я многосторонний да в виде если по спорту брать я очень был разносторонний в этом смысле там было и плавание и баскетбол и бокс но больше всего я все-таки полюбил борьбу вот к сожалению потом тренер наш по семейным обстоятельствам переехал в хабаровск и у нас команда распалась хотя у нас была самая сильная команда называлась восток самая сильная я думаю на дальнем востоке она была в то время я был самый молодой в команде но это была семья это была атмосфера действительно семейная прям и с огромным желанием всегда ходил борьбой вольной я занимался всегда ждал даже этого момента когда бы потому что ну тренировки соответственно не каждый день а через день были и всегда с большим рвением ходил на тренировки вот но все же музыка у тебя успехи заняла конечно вверх первое место среди всего да ну расскажи в каком возрасте что слушал в общем-то с детства когда еще ну раньше же это было сейчас люди заняты более так все как-то озадаченные зарабатыванием работа работа раньше умели отдыхать лучше мне кажется то есть собирались душевные компании застольные и мне это тоже всегда было интересно когда особенно начинали петь песни постой паровоз не стучите колеса кондуктор нажми на тормоза прикосла я к маменьке В первом, либо во втором классе приходили всякие преподаватели, делали тестирование учеников именно начальных классов. Меня приглашали в серьезный коллектив, это называется «Богульник». Он даже, по-моему, всероссийский. Вот. Но как-то я не сразу в это дело влился, потому что, ну, не знаю, наверное, хотелось не лишать себя больше детства. Я жил в частном секторе, меня интересовала техника очень, велосипед это все, и улица. То есть гулять прям очень... Ну, а какую музыку ты слушал в детстве? Музыку, ну, конечно же, народную, потом уже в более старшем возрасте, ну, не в более старшем, точнее, в подрастающем возрасте, ну, как и все. Ласковый май участвовал в коллективе вокалистом, в школьном коллективе. Но со сменой, опять же, преподавателя у нас коллектив маленечко тоже разошелся. И нам его, когда сменился преподаватель, не нравилось его, его вкус нам не нравился. Он, по-моему, очень сильно... Ладно, я не буду говорить группу, которую он предпочитал, но он, получается, нам навязывал. А хочется же свободу, тем более молодому, молодым парням. Вот, то есть мы начали... А, ну и в это же время я начал осваивать гитару, друзья школьные, все, приходил в гости свои, еще пока не было гитары. Ну, наверное, рок там тоже все это... Сначала на трех блатных аккордах вот это вот, все простенькие. Да, потом уже, когда проникся... Мне случайно попала кассета группы Акцепт, как сейчас помню, 83-й год, World to the Ball, Уда Дирк Шнайдер, и все. И я... И он покорил меня. Прямо сначала одна песня, потом вторая, и в итоге весь альбом. И как с приходом интернета я узнал, что это вообще, в принципе, общий мировой был, революцию, можно сказать, в роке. Это не тяжелый, это хард-рок, но он, мне кажется, очень мелодичный, несмотря на его жесткий голос, такой необычный причем голос. Ну, а потом, какие группы я бы еще вспомнил? Вспомнил Джудас Прист, потом Назарет, конечно, Дэн Макаферти. Кстати, ну, светлая ему память, дожил, слава богу, до серьезного возраста. Ну, к сожалению, покинул. Мне даже довелось сходить в нашем городе на концерт Дэна Макаферти. И у меня есть фотография с четырьмя фотографами, ну, в том числе Дэна Макаферти. То есть, это моя гордость. То есть, рок я очень тоже уважаю. А в каком возрасте ты проникся творчеством Владимира Семеновича Высоцкого? Владимиром Семеновичем, ну, тут вообще все просто. Песня тогда звучала в детстве еще, утренняя зарядка, утренняя гимнастика, точнее, извиняюсь. Вот, ну, с возрастом уже начинал вникать по случаю, правда, по случаю. Потому что раньше носители были кассеты, бобины. То есть, проблематично, чтобы какую-то запись было поиметь. Это сейчас открыл все, вот оно тебе, пожалуйста, да, интернет. А тогда нет, нужно было взять кучу проводов, сходить к другу. Если у него есть это, записать там все. Это был целый процесс. Это была такая вот интересная такая... Ну, то есть, уже осознанно, такой зрелый возраст. Да, в зрелом, в более возрасте уже ты понимаешь, когда ты уже осознаешь смысл жизни, когда в тебе поселяется та осознанность правильных действий, либо неправильных действий, ты уже начинаешь вот эти вот поступки оценивать. И там уже прислушиваешься к человеку, который, ну, конечно, больше тебя прожил, и тебе рассказывает в своих текстах очень правильные вещи, достойные вещи. То есть, те, которые... Это такие каноны, которые, можно сказать, озвучены в Библии, но только на доступном языке все он это обозначивал, как, например, про друзей, как правильно, как профессии, и как он освещал, да, любую профессию летчиков, моряков, золотодобытчиков, шахтеров. То есть, и он... Такое ощущение, что он действительно прожил все эти профессии через... Он пропустил через себя, и он прожил вот эту жизнь. Ну, конечно, это удивляло очень, и, соответственно, вызывало уважение. Ну, как вот можно не слушать человека, который тебе правильные вещи говорит? И уже начинаешь вслушиваться. Ну, а потом, конечно, с более старшим возрастом появился голосовой такой баритон, который люди, когда слышали, говорили, очень похоже... А вот я смотрю, голос у тебя прям вот... Я думаю, что-то знакомое, что-то знакомое. Да, конечно, конечно. Слушай, может, что-нибудь сделаем? Саша, с удовольствием. Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тяни, рискни Не бросай одного в него Пусть он в связке одной с тобой Там поймешь, кто такой Парня в горы тяни, рискни Не бросай одного в него Пусть он в связке одной с тобой Там поймешь, кто такой Друзья, Сергей Роговой с нами Ну и, наверное, все заметили, что у Сергея майка с изображением Михаила Круга Знакомая майка у меня тоже такая же есть Да, я думаю, мы даже в одном городе приобретали ее Потому как это эксклюзив Именно тверского изготовления Это, конечно же, я Это с фестиваля? С фестиваля, да После конкурса я сразу приобрел Эту майку Кстати, спасибо тебе Я знаю за хорошую оценку Потом уже по секрету ты мне сказал, что ты отметил мое творчество Вот, Саш, ну, конечно, творчество Круга для меня это Я бы назвал его настолько душевным Что оно, по-моему, проникает в каждое В каждую душу, в каждое сердце Кто неравнодушен К подобному творчеству Небольшое предисловие, друзья Мы с Сергеем познакомились на фестивале Памяти Михаила Круга Который проводит его Родная сестра Ольга Владимировна Круг Ольга Владимировна, вам большой привет от нас Да, Ольге Владимировне очень большой привет Я считаю, что это должно быть и жить И далее Потому что, ну, правильный Опять же, как и Владимир Семенович Михаил освещал темы, которые Насущие темы для народа Из жизни То есть он брал так же И озвучивал просто Но душевно преподносил еще В чем его талант И чем, я думаю, он и Именно покоряет сердца слушателей Ну и, конечно же, хочется Всегда петь его песни Они воспринимаются Всегда на ура Публикой При которой ты выступаешь В тебе было столько желания И месяц над нами светил Когда по маляве, придя на свидание Я розы тебе подарил Какой ты казалась серьезной Качала в ответ головой Когда я сказал, что отнял эти розы В киоске на Первой Ямской Как было тепло Что нас с тобой вместе свело Девочка, пай Рядом с жиган и хулиган В нашей двери Нету таких Даже среди Шкурцы травы Девочка, пай Ты не грусти И не скучай Ну, пожалуй, достаточно Друзья, время нашей программы Подходит к концу Хочется пожелать всем Всего самого доброго Благодарим вас за просмотр Всего вам хорошего Сергей, что бы ты пожелал Нашим зрителям Я бы пожелал Зрителям, конечно же Прежде всего, здоровья Ну и мира в семье Улыбок побольше И хорошей музыки Хорошей музыки На канале хорошая песня Совершенно верно Корабли постоят И ложатся на курс Но они возвращаются Сквозь непогоду Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Возвращаются все Кроме лучших друзей Кроме самых любимых И преданных женщин Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе Я не верю судьбе О себе еще меньше Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе Я не верю судьбе О себе еще меньше И мне хочется верить Что это не так Что сжигать корабли Скоро выйдет из моды Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в мечтах Я, конечно, спою Я, конечно, спою Не пройдет и полгода Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в делах Я, конечно, спою Я, конечно, спою Не пройдет и полгода Не пройдет и полгода Не пройдет и полгода Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok